Первый объект инспекции – Дом культуры Успенская. Сейчас в нем идет реконструкция. Здание построили еще в середине прошлого века. Со временем оно обветшало и перестало соответствовать современным стандартам. Сейчас объект готов больше, чем наполовину. Его планируют сдать к маю 2017 года. 9 мая вместе с ветеранами будем разрезать ленточку, смотреть патриотические фильмы и, наверное, сыграем в какой-нибудь мини-футбол, товарищеский матч и так далее. Проверим все объекты, их функциональные способности лично. В комплексе разместится просторный спортивный зал с трибунами и 12-метровыми потолками, кафе, новая библиотека и киноконцертный зал на 300 мест. Также будут оборудованы комнаты для кружков, два танцевальных зала, студия звукозаписи. Дизайн фасада нового ДК разработала Анна Звонарева, местная жительница и сотрудница Дома культуры. Представлю вам Аню Звонареву, которая… Да, Анечка, привет. Ты красоту такую сделал. Да, вот ее фасад. Рядом с ДК будет создана зона отдыха для местных жителей – сквер. На территории уже появилась закольцованная велодорожка длиной 430 метров. На очереди две новые детские площадки. Работы по благоустройству полным ходом идут и в горках десятых. Асфальт кладут у долгостроя «Ревал-2000». Его ввели в эксплуатацию в конце позапрошлого года за счет муниципалитета. На территории комплекса также планируют создать сквер для отдыха и занятий спортом. Здесь мы привлекаем инвесторов, которые будут в небюджетные источники благоустраивать территорию. И у нас получается, что это будет такая точка досуга, отдыха для нескольких домов на большое количество жителей. В здании начальной школы поселка скоро начнется ремонт. Заменят крышу, санузлы, обновят спортивный зал. Рядом планируют построить детский сад на 400 мест и школьный стадион. Они разместятся на территории площадью 9 гектаров, которая будет оформлена как парковая зона. Мы обсудили с жителями то, что планируем строить большой детский сад на 400 мест. Рядом с детским садом появится стадион, которым жители могут пользоваться в те часы, когда он не привязан к школе и там не занимаются школьники и дети из детского сада. Это тоже жители поддержали, потому что здесь получается очень качественная парковая зона. В числе проблемных вопросов поселения ситуация с гаражами возле дома номер 23. Порядка 60 из них были установлены незаконно и подлежат сносу. Жителям представили проект благоустройства этой территории. На встрече также обсудили и вопрос строительства в горках десятых нового дома культуры. Мы, опять же, почувствовали в общении, это должен быть дом культуры, в котором можно заниматься и спортом, и развиваться в кружках, и смотреть кинофильмы. То есть это зал, опять же, по такой же концепции, которую мы применяем в Успенке, чтобы люди получали на любой вкус необходимые развлечения или познавательные какие-то мероприятия в рамках одного здания. Сейчас проект проходит экспертизу. Строительство планируют начать в середине 2017 года. Сельское поселение Успенское традиционно уделяет большое внимание благоустройству. По словам Иванова, здесь умеют слышать людей. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.